Глубоко уважаемая Рашида Вахидовна, Светлана Анатольевна, Алексей Викторович. На самом деле, присоединяюсь к словам Ксении Николаевны. Конечно, это большая честь участвовать в вашей конференции. На самом деле, тепло, приятно, красиво. Спасибо вам большое за эту возможность. Случай. Действительно, я думаю, что те, кто принимали участие, скажут, что он непростой. Но давайте разберемся, есть ли вообще необходимость обсуждать поражение печени при COVID-19 на фоне комбинированной иммунотерапии. Пациентка 60 лет дважды выполнила иссечение пигментного какого-то образования без гистологического исследования. Понятно, что непрофильном учреждении. И через каждые примерно 4-6 месяцев возобновлялось образование. И когда оно в июле 2019-го стало сопровождаться увеличением регионарных паховых лимфоузлов, пациентка уже пришла в профильное учреждение. Это уже был научно-исследовательский институт, где выполнена была трепанбиопсия. Что получается? При дообследовании БРАФ положительный, хорошо, что по ПЭТ-КТ изменения были только в паховых лимфоузлах и была фиксация препарата в послеоперационном рубце. Но получается, что только через год от момента того, как появилось пигментное образование, пациентке ставится диагноз меланома. И ставится он таким образом. Клинический ТХ у нас остается. Н+, мы знаем, что есть увеличение лимфоузлов, не знаем сколько, М0. Пациентка довольно активная и социальная, и физически. Предприняла множество консультаций. Консультировали, наверное, где-то 3 страны. Это если не перечислять учреждения Санкт-Петербурга и Российской Федерации. И нестандартно приняли решение начать с комбинированной таргетной терапии при абсолютно операбельном процессе в паховых лимфоузлах регионально. Ну хорошо. Буквально месяц-два выполнена таргетная терапия. Выполнена в профильном научно-исследовательском институте реэксцизи рубца, пахово-бедренная лимфоденоктомия, фотодинамическая терапия с гипотермией. Длительное заживление, но с продолжением таргетной терапии. Что получилось дальше? Пациентка, несмотря на то, что мы предлагали ей продолжить чуть дальше таргетную терапию с учетом того, что хотелось бы от операции в течение года, но Израиль ей сказал, что можно прекратить. И, в общем-то, когда пациент что-то хочет прекратить, мы ему тоже помешать не можем. На момент прекращения лечения у пациентки единственный был очаг в бедренной области, который минимально фиксировал препарат и не обращался внимания. Буквально через полгода пациентка динамически, конечно же, наблюдалась. Ее ПЭТ-КТ смотрел весь Санкт-Петербург и два учреждения Москвы. И через полгода от окончания адювантной таргетной терапии у пациентки встает вопрос о подозрении на прогрессирование, к сожалению. Несмотря на такой комплексный подход и до операции таргетной терапии, и после операции сделаны в таком объеме. По ПЭТ-КТ фиксация на уровне СУФ 2,8 в теле Т1 и маленькое небольшое образование, в общем-то, 11 на 11 мм, но СУФ тоже 4,5 в мягкотканных, в мягких тканях левой подколенной ямки. И на самом деле, если бы мы рутинно посмотрели, СУФ 4,5 нас, безусловно, настораживает, даже не обсуждается. Ну и тактика в ожидании наблюдения, возможно, была бы тоже здесь уместна, потому что в позвонок вряд ли полезен, но посмотрели. И, конечно же, без сомнения сделали ей даже трепан-биопсию, смогли это физически, хирургически, технически осуществить. И подтвердили, что, к сожалению, несмотря на такой подход и консультацию трех стран, у пациентки через полгода после одеванной терапии прогрессирование. Что мы видим дальше? ЛДГ-норма, ЭКОК-0, БРАФ, буквально полгода назад завершенный БРАФ, и пациентке назначается комбинированная иммунотерапия. Конечно, обсуждался режим монотерапии, но было принято в интересах пациентки, учитывая, в общем-то, агрессивное течение процесса, прибегнуть к комбинированному режиму. И смотрим. Январь. Одно введение эпилемумаба с неволумабом. Случается ковид, как мы сейчас часто говорим. Буквально, не дожидаясь второго введения в этот период, пациентка заболевает ковидом. Обращу внимание, что трансаминаза, что на момент начала лечения, что на момент госпитализации по поводу ковида были нормальные. Как проходило лечение? Пациентка в средне-тяжелом состоянии с подтвержденным по ПЦР была госпитализирована с порядка двух недель в профильный стационар с диагнозом коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19. Что важно, что мы косвенно можем предположить, может быть, учитывая двустороннюю полисегментарную пневмонию, возможно, дыхать недостаточность первой и второй степени, пациентке проведено было довольно агрессивное лечение. Правильно, неправильно, не нам судить, наверное, врачи решали, но оно проведено. Пациентке были даны борицетиниб, это иммунодепрессант, селективный обратимый ингибитор, янус киназа, это препарат, который в ревматологии используется, когда неэффективно все остальное. Пациентке дан коронавир, два антибиотика, гормоны, на фоне гепатопротекторов. И, вот спасибо Татьяне Юрьевне, говорили, что должно быть терапевтическое окно, попробуйте сделать терапевтическое окно, когда пациент хочет жить, врачи не в силах его остановить. И примерно так же. Пациентка, несмотря на сроки от окончания, госпитализируется для того, чтобы мы внутри уже в стационаре, призывав Рашиду Вахидовну, решили, можно ли в такое маленькое терапевтическое окно, и, в общем-то, без сомнения, исключительно с учетом давления пациентки и мужа, но при поступлении пациентки трансаминаза 300. Конечно, ни о каком введении пилимумаба с неволумабом речь не идет, но что с пациенткой? Ну, ладно, не будем говорить о том, что, может быть, ковид сам вызывает какое-то поражение печени. Ладно, таких данных мало, уберем этот вариант. Может быть, это прогрессирует, может, мы вообще сделали гиперпрогрессирование, да, и как-то ковид здесь вот в этой судьбе тоже как-то повлиял. Может, может, делаем пациентке компьютерную томографию. Ну, единичные два маленьких очага, ну, тоже сомнительно, может, это псевдопрогрессирует, но, по крайней мере, явно трансаминаза 300 не дадут. И вот здесь мы встали перед вопросом. Это лекарство, хотя на самом деле нет, скажу честно, мы перед вопросом не встали. Наш взгляд – это вот иммунный гепатит. И только когда пациентка уже пришла и сказала, а почему вы решили, что у меня вот иммунный гепатит, мы говорим, а какой еще? Она говорит, ну, так у меня были такие препараты, возможно, он лекарственный. То есть там даже вот на самом деле, да, дискуссия именно так и шла. В общем-то, абсолютно резонный такой вопрос. Мы поднимаем вопрос, а что у ахидной? Как лечить? Ну, хорошо, гормоны все равно надо, наверное, дать. Да, мы идем с позиции, что нам нужно пациентку сохранить. С эффектом, на самом деле, буквально через день уже трансаминаза спускается до 200, делаем все по правилам, месяц гормональной терапии, трансаминаза норма. И вот здесь следующая тяжелая ситуация. Что же нам делать? Вот как вы думаете, мы же, в общем-то, получается, пациентку вылечили от какой-то печеночной токсичности. И если мы вообще берем и ее трактуем как аутоиммунную, то наши гайдлайны говорят о том, что нужно остановиться, вообще прекратить навсегда. Гайдлайны американские, европейские, да, много публикаций на это счетов говорят, что можно было приостановить и продолжить в монорежиме. Может быть, ну, возможно. Давайте думать. Если мы прекратим лечение, понятно, что вне зависимости от чем вызван гепатит, то есть что лекарственное, что иммуно-посредованное, понятно, что с самим осложнением будет все в порядке, оно вряд ли будет рецидивировать. Что будет, если мы продолжим? Рецидивируем ли мы его, если оно аутоиммунное? Или рецидивируем ли мы ту печеночную недостаточность, если она была лекарственная? Ведь на самом деле, вне зависимости от вида токсичности, мы ее можем рецидивировать, ну, по сути, да, спровоцировать. И не будем сбрасывать со счетов, что у нас есть жизнь пациентки, которая считает, что даже если мы ей скажем, что при токсичности третьей степени, прекращая или переходя на монорежим, допустим, эффект может сохраниться, она говорит, вы гарантию даете? Ну, нет, не даем, да, есть данные, которые говорят об этом. Она боится прогрессирования. Можно ее понять? Можно. Объясняем, что есть риск смерти от продолжения комбинированной иммунотерапии? Объясняем, конечно, объясняем неделями, учреждениями. Но вы знаете, я могу сказать, Израиль с Францией, честно говоря, были не на нашей стороне. И как бы ни было, не будем спрашивать со счетов, что пациентка просто настаивает на комбинированной. Ладно, предлагаем монорежим. И, конечно, уже менее агрессивными выглядят вероятности рецидива и той, и той токсичности. Что же получается? Пациентка боится, что на монорежиме будет прогрессирование, категорически настаивает. А вот попробуйте в этой ситуации, подключая все стандарты, подключая все страны, оценить. Против. Отсутствие доказательной базы вообще в какую-либо из сторон нет. То есть у нас есть только рекомендация Минздрава или рекомендация русской. Гепатоксичность была, к ней присоединился аутоиммунный гипотиреоз. Шли до того, что издали антитела к гладким мышцам, чтобы подтвердить, что у пациентки идет какой-то аутор-процесс. Они были 1280, при верхней границе 40. Перенесенная ковид-инфекция тоже против, но желание «за» было у пациентки и ее мужа. И вы знаете, нестандартное решение, которое мы приняли. И спасибо большое всем участникам этого процесса, потому что мы пришли к комбинированной монотерапии, рискнули, но мы сделали низкодозный эпилюмумаб и неволумаб 3 мг на килограмм. И вопрос, как бы вы поступили? Спасибо за внимание.